Эй, всем привет! Это CG-подкаст номер один, главный подкаст о компьютерной графике в кино и не только в кино. Бам, ребята, привет! У нас на этой неделе было много новостей, но давайте сразу к делу. Самая главная новость прошедшей недели, это то, что Костя Харитонов у себя в фейсбуке написал пост, он сказал, что это лонгрид, я нажал читать далее, и там оказалось всего несколько абзацев, какой-то наёб. Но пост о том, что Костя Харитонов уходит из Церебра. Какого чёрта? Да, кто не знает, кто такой Костя Харитонов, это, собственно, один из создателей и владелец компании Церебра, который занимается разработкой софта для коммуникации, для анимации, VFX и всё остальное. То есть такой трекинг-софт. Один из самых старых и которым, наверное, пользуются, ну, не знаю, процентов 70, а может быть, даже и больше компаний в России. Да, как правильно описали в комментариях где-то к этому посту, что Костя Харитонов для Церебра, это как Стив Джобс для Эппл. Типа того. Только живой. Так, итак, сегодня с нами Ваня, Саша, 8 и Костя. Парни, привет. Привет. Да, всем привет. О, Кость, ну что... Ну, ладно, лонгрид был не лонгрид, но, наверное, сегодня мы всё в ближайшие минут 40-50 узнаем, в чём дело. Ты поэтому был такой грустный на ивенте? Ну, вообще-то да. Блин, я подходил... Ну, на ивенте мы ходили, что-то снимали, снимали весёлый видос. Я подошёл к Косте, на нём вообще лица нет. Я такой, вау, ну, ладно, окей, может со мной что-то не так. А что-то не так с Церебра? Так, ладно, давайте, в общем, по порядку. То есть глобально именно, что произошло там, да, и так далее. А потом, не знаю, поностальгируем немного. План такой. Давай. Давай, давай, сразу сгоряча. Да, да нет, идея приблизена следующая, что я совладелец компании, то есть это неправильно говорить владелец, совладелец, это есть некие доли, да, там и так далее. Там у нас много людей, аж целых семь. Это как раз мои знакомые, это разработчики, с которыми мы это всё и делаем и так далее. Они в своё время чуть-чуть выступали на CG-евенте, и зовут их, например, один одного зовут Артём, другого Владимир, есть ещё Дима. Так вот, вот с этими парнями мы, соответственно, всё это и делали, и делаем дальше. То есть концепция в чём, что я именно уволился как гендиректор, ну и как любой сотрудник, то есть я получал зарплату там, да, там и так далее, и сейчас её больше не получаю. Ну, причина этого, скажем так, мы стали совсем жёстко ругаться именно, ну... С партнёрами. Да, да, именно. То есть всего у нас с людей, кто работает и постоянно, и как-то временно, наверное, где-то человек по 17, то есть коллектив чуть-чуть вырос, но, правда, больше не растёт, и я с ними как бы из разряда по всем вопросам как-то не могу договориться. Вот, наверное, как-то так. Слушай, а это же твоя компания, это понятно, что сейчас 7 человек там управляют ей или сколько, но зародилось это в твоих руках или в чьих-то других? Да нет, как раз, ну, именно мы вчетвером, соответственно, это каким-то образом зародили. То есть если сейчас начать упиваться некой, ну, историей, да... Чей был гараж, да? Да, чей был гараж, ну, в смысле, да, чей был гараж. Что, гараж был компанией Cinemateca. Ох, опять, опять это таковело. Ну, извините, да, так вот. Нет, Cinemateca это уже была чуть позже, чем Teco Films. Так вот, нет, ну, я работал из Teco Films, потом это называлось Cinemateca, и где-то в Cinemateca всё это начало происходить. То есть у нас был отдел R&D, я его каким-то образом, ну, будем считать, что возглавлял. Был прекрасный там мужик под названием Ваня, это он совладелец был в Cinemateca, Иван Иванчик. И, соответственно, потом появился Володя Борзионов, мы стали писать некую систему управления, только не проектами, а рендером. Она называлась Дума, может быть, вы там слышали. Была такая штука, достаточно большая, такая серьёзная, потому что у нас была в тот момент времени, ну, некая рендер-ферма. И пользоваться некими системами управления рендером было тогда неудобно, их было очень мало, они достаточно были платные, мы пользовались. А это какой год, просто так, для справки? Для справки это был год, Дума началась в 2004, может быть, в 2005. Да, так вот. Слушай, а Хайруин с Афанасием, со своим, это... Это тоже оттуда. Имеет отношение к этому, нет? Непосредственно. Так вот, значит... Колыбель. Да, да. То есть, Хайрулин работал там же, и как бы он насмотрелся на нашу Думу, и понял, что, значит, надо вот как бы так же, но надо туда... В Халлоките только. Нет, наоборот, напоминаю, у него там по-прежнему раскраска цвета хаки. Нет, еще у него можно же выбрать, мой любимый пресет в Афанаси, это Халлоките Халл. Я понимаю, да, да, это он постепенно адаптировался, постепенно забыл. Это он у вас подсмотрел? Нет, имеется в виду, что мы не... Нет, это уже было без нас, понятно. Так вот, поначалу она была абсолютно такая военного цвета, потому что он послужил какой-то период времени в... В общем, неважно, где он служил. В армии. В каких-то секретных местах, насколько, кстати, я помню. Так вот, и как-то он там проникся любовью и какой-то концепцией. Он тогда одновременно... Вначале он учился именно композу, в прямом смысле слова, учился именно в синематеке. А потом так неожиданно решил учиться C++. У него такой запал появился именно. То есть, по сути, по работе он ничего не программировал, именно работая в синематеке, насколько я помню. Ну, в общем, да. И потом он такой, все, значит, все пишем свое, бесплатно и так далее, да. А, думаю, это у вас как бы инхаус был, он только же для себя? Да-да-да, он был инхаус. Потом были истории, что мы уже нашли инвесторов, и мы как бы получили права и на думу, и на церебро. И заплатили деньги... То есть выкупили? Да, выкупили. Перед этим, к слову, там тоже куча народа засветилась. То есть, например, первая версия «Церебра» была названа, ну, по идее, была названа, типа, как-то там, Project Information System. И тогда... И тогда Горох... Пис, да? Да, Пис. Но Горохов, с которым тогда сотрудничала синематека, там был такой период, он сказал, что Писе — это плохо. Ой-ой-ой. Писе — это хорошо, по-моему. Нет? Но название странное. Да, название как бы странное, и мы такие точно вообще не очень. Да, так вот. И мы стали как-то дальше думать, но в тот момент времени мы там уже немножко и поуходили, и так далее. И еще там момент был, что вообще мы задумались о системе управления, наверное, в том числе из-за Бекмамбетова, потому что у него была некая любовь к системе управления. Ну, прям в прямом смысле слова, у него была некая система Busy Days. Так вот, там весь Базилевс отчитывался, и Горохов в том числе тоже, и ему это все не нравилось, и хотелось некой замены там для какого-то количества компаний. И вот мы как бы в конечном итоге тоже начали делать «Церебро». Ну, вот, наверное, как-то так, если чуть-чуть поностальгировать, да. А вопрос тогда сходу, откуда такая любовь к испанскому языку и названиям? То есть «Церебро», «Мирада». Я не знаю, в смысле, это Вовчик придумал название, в смысле, так вот, как-то так вот родилось. Потом мы поняли, что, ну, то есть понятно, что здесь есть четкое пересечение еще с «Церебро» имеется в виду, с… Людьми X. Да, с «Людьми X», да, так вот. Они там как-то вышли, но причем, кстати, когда мы это придумывали, они то ли не вышли, то ли еще вышли прям в процессе, то есть как-то, в общем, я не помню. Я правильно понимаю, что «Церебро» — это на русский, если переводить, «мозг»? Да, вполне себе, там, или «Центральная нервная система», «Мирада» — «Глаз», соответственно, да, а «Каргадор» — это «Грузчик». Я не знал. Да, то есть, я когда, ну, мне рассказали про перевод, я такой, вау, типа, блин, ну, вообще, да, похоже. Да нет, там было такое влечение, например, там был такой рендер, он назывался «Джелата», так вот, это «Мороженое», да. И вы потом из этой «Синематеки» ушли, ты, собственно, с командой вышел или как? Да, 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 именно с командой, то есть и с Владимиром, с Тёмиком, то есть мы были именно втроем, так вот, нет, с Димой еще, так что в четвером, я извиняюсь. Так вот, и нашли первого инвестора, и первый инвестор был похож на Женю Ландышева из компании «Реалтайм», то есть он нас немножко поддержал деньгами. Потом были первые клиенты, первые клиенты были, насколько я помню, это студия СК Петербург, но это те, кто делают смешарики, они, собственно говоря, их и делали. И, по-моему, еще был Дима Остроглядов в лице компании «Полдень», которая, ну, и делает все то же самое, когда она делала больше кино, сейчас она больше делает моушн-дизайн такой дорогой, крутой. В общем, ну, вот, наверное, были первые клиенты, и они там, не помню, как нам там платили, как-то очень странно, даже какой-то, может быть, даже был первый платеж именно в пользу «Синематеки», и, в общем, как-то так. Просто у тебя в посте написано, что 11 лет «Церебра» сейчас примерно на данный момент, и год назад как начались какие-то у тебя недопонимания с остальными? Да нет, нет, ну, даже, может быть, раньше, да? Да, да, я слышал, что... Просто, может, это просто какой-то период, или что, какого плана это недопонимание? Может, ничего из «Серебра» нет? Может, нужно сходить к ремейному психологу? Всем всем всемиром, да, всем всемиром, да. Так вот, ну, нет, ну, то есть, смысл, концепция именно в том, что, когда у вас подобные партнеры ругаются, да, так вот, то есть, иногда... То есть, это все ругаются с тобой, или все между собой ругаются? Ответ по-разному, естественно, знаете, как это? Все семьи счастливы одинаково, а все семьи, которые несчастливые семьи, все несчастливы по-разному, да? Так вот, вот ровно тут все то же самое, и все по-разному. И иногда помогает, например, сторонний директор, там, сторонний человек, который решает тоже вопросы. Ну, к сожалению, в общем, я пытался это сделать, но, в общем, не получилось. Не прижилось? Нет, не захотели. А в чем главные расхождения вообще идейные, если вот конкретно говорить? Да, ну, слушайте, ну... Можно, можно, я правильно понимаю, что ты где-то, ну, может быть, года два назад, я как-то читал или где-то видел от тебя, что ты хотел эту систему как-то там попытаться не только VFX прикрутить, но и ко всяким остальным смежным каким-то делам, типа там, к архитектурку, к строителям каким-то, ну, в общем, короче, попытаться максимально расширить аудиторию. С этим связано или нет? В том числе. Так вот, да нет, она сейчас более-менее используется, ну, идет медленно, и с этим тоже есть некие проблемы. То есть, нет, для примера, у нас есть большая компания, которая нас использует, как раз строители. Это ГК Пик. То есть, ну, она совсем большая, и количество логинов там из разряда, ну, будем считать, что 600. Ух! Вот, да. А Пик, это же строительная группа компаний. Да. А кто основная целевая аудитория «Церебра»? Ну, вот на данный момент. Ну, по твоему мнению. Не-не-не-не, по-прежнему основная – это люди, похожие, да, на VFX, или анимационные студии, или моушн-дизайн студии. Это по-прежнему основное как-то так. А группа компаний Пик? Ну, объясню. У них просто куча людей, кто работает в дизайне, в маркетинге и коллаборирует с этим отделением. То есть, чисто дизайнеры сидят, да? Нет, не только. Есть люди, которые сейчас и уже занимаются и проектированием. Это не так давно, слава богу, происходит. То есть, мы там пытаемся расшириться. И суть такая же – они выкладывают дейлизы, это все комментируется. Да. То есть, я вас удивлю, суть во многих бизнесах похожа. Просто другие названия для дейлизов. Думаешь, дальше своего болота не видеть? Да. Типа, у них там это нормальным словом называется «отчет». Ох, уж эти нормальные слова. Вопросик небольшой был. Вот ты говорил, что начиналось все с четырех компаний, с четырех заказчиков, условно, которые у вас были. А сейчас сколько? Вот 11 лет уже «Церебро» можно считать. А сейчас сколько у вас клиентов? Если посчитать мелких, со всеми мелкими, больше двухсот компаний. Это Россия в основном или нет? Типа, из них процентов, типа, 20 не в России. Помнишь, ты, когда к нам на стрим приходил, ты рассказывал, что у тебя был большой роуд-тур по Азии. Удалось как-то выйти на этот рынок или нет пока результатов никаких? Нет, результаты есть. Они даже в деньгах. То есть, их там можно измерить. Это какие-то десятки тысяч долларов, но не так, чтобы много. Потому что там компаний пока что, ну, их там совсем много, а мы работаем только с каким-то ограниченным количеством. Но вообще-то уже есть, да. А крупные российские студии сидят на «Церебро» или нет? Да все сидят на «Церебро». Ну, многие. Имеется в виду, что, ну, я так выражусь, что российские студии не сидят на «Церебро» в количестве, сейчас скажу, девяти студий, нет, не так, восемь студий крупных не сидят на «Церебро». А сколько всего и скольки? Восемь из «Церебро». Сколько всего? Ну, нет, ты сказал девять. Восемь из восьми не сидят. Нет, да-да-да. Девять крупных студий в России, это как-то... В России, мне кажется, не так много крупных студий. Хорошо, я перефразирую. Я ничего не понял. Я говорю, я не про вообще VFX, я имею в виду вообще, я все-таки про разные. Если вы зайдете на Facebook, есть такая страничка, называется CG Russia. Я все думаю, как переименовать эту страницу. Мы сегодня переименовали наш чат в CG-чат номер один, welcome. Молодец, да, хорошо, я напишу CG-группа номер один, да, хорошо. Воу-воу-воу. Да, ну, чтобы не было, в общем, ассоциаций, вот прям с какой-то такой, по-видимому, со словом Russia. Так вот. Не Russia напиши. Сейчас сосредоточились. Там есть такая табличка, и в ней указаны сейчас, по-моему, 310 компаний. А, да-да-да. Ну, вот можете посмотреть, да. Я не имею в виду, что вот там клиентов, не относящихся к нам, если вообще где-то, наверное, 15, я имею на F-треке и на Шунгане, а где-то более-менее не 5 человек, а типа там 8. Ну вот это уже какая-то информация, да. А все остальные очень много на нас. Я во многом не разбираюсь, и это моя суперсила. А почему, например, вы же все кореша старые, выходцы из одной тусы, почему, например, в CGF не на Церебро сидит? Ну, это нормально. А Майнроуд, кстати, Армад. Ну, то есть кто должен первым поддержать, если не вот ребята, с которыми все начиналось? Нет, Майнроуд сейчас, к слову, опять перешел на Церебро. А, вернулись? Так вот, да. В общем, по поводу, например, Горохова. Да неважно, там у всех причины разные. Ну, в смысле, я, нет, прям про Горохово я прям точно знаю, но это не столь важно. В общем, бывает, ничего страшного. Пахнет как что-то интересное, но если ты не... Нет, ну у всех разные причины, но хорош. Да. Ну, смотри, ты же можешь, у тебя, из твоих рук же поддержка продукта самая лучшая будет. То есть, прям напрямую, не надо будет ни в какой там шотган или еще куда-то, куда угодно, там, писать за поддержкой. Вот, Костя рядом всегда. Да, ну, в смысле, не Костя, в смысле, целая команда. Целая команда. Да, у нас первая линия сейчас работает с Украины или на Украине, не знаю, как сказать. Да, ну, они сидят именно, разбирают все какие-то обращения, отвечают, там, 24 часа в сутки и так далее. А потом наши уже, соответственно, работают именно с реальными багами, что-то исправляют и так далее. Ну, в этом смысле, да, и достаточно уникальный сервис мы смогли сделать для нас по приемлемой цене. Но, к слову, такого, да, такого нет у шотгана и у офтрека. Блин, круто, что у вас будет или не у вас уже бесплатная версия на 5 пользователей. Мы надеемся. Так вот, это, к слову, например, вот почему я не согласен с партнерами. Ну, то есть, например, они... Тебе не нравится эта история? Да, им не нравится эта история. А, тебе... Ну, попытаюсь объяснить. Почему, если вы захотите завлечь внимание, привлечь внимание к своему продукту, не дать маленьким отдельным людям пользоваться этой системой, и когда их компания разрастается, то они это покупают? Хотел сказать, согласен с тобой. Даже спорить нечего. А это более чем очевидно. Ну, вот у них есть... Они считают, что есть некие риски, в общем, и так далее. Риски связаны с тем, что очень много людей будут дробиться на мелкие компании? Или в чем? Много разных других рисков тоже воздержусь. Ну, я чувствую, мы раньше, чем через час закончились. Да, мне кажется, давай еще пять минут, и стать с таким настроем можно заканчивать. Нет. Ну, в смысле, ну, хорош. Еще разок, понимаете, напоминаю то, что я сказал в начале. Так вот. Ты все еще в «Церебро». Да, я по-прежнему в «Церебро». Я по-прежнему верю в продукт. Так мы тоже. Надеюсь, что... Спасибо. Надеюсь, что, например, будет roadmap. Он будет выложен именно, ну, такой открытый, да, так вот. То есть я считаю, что он должен быть... Хорошо. Давай так. Какое сейчас взаимодействие тебя... Вот какое было взаимодействие тебя и «Церебро» до 13 или 14 декабря? И какое сейчас, после отношения между тобой и «Церебро», что вы друг другу должны... Ну, смотрите, чем генеральный директор отличается от владельцев? Да, попытаюсь объясниться. Вот смотрите, вот смотрите фильм про большие такие, там, такие люди спорят за столами и за советом директоров. Вот у нас такая маленькая компания, но мы почему-то вот спорим как... Большие ребята. Как-то так же, да. А кабинет у вас такой же красивый? Ну, мы там иногда даже снимаем для этого какой-то красивый кабинет. Чтобы чувствовать себя побольше. Да, чтобы... Серьезно, я причем, кстати, к слову, я сильно вот люблю как раз спорить в красивых кабинетах. Там меньше споришь, к слову. Больше наслаждаешься кабинетом? Ну, как бы да. То есть, типа, вообще можно... Ну, какое-то чужое место, как-то не хочется позориться. А потом спускаешься в подвал и продолжаешь работать. Типа того, да, да. Да нет, ну, к слову, мы там сидим вообще-то в нормальном офисе, там, хороший такой лофт. Расписали одну стенку под Звездные войны. Мы ни в чем даже не подозреваем ни в каких... Ты же наш топ-донатер. Ваня сейчас разговаривает в микрофон, который ты купил. Все в порядке. В общем-то да. В общем-то да. В общем-то да. Кто нам будет донатить теперь? Павлея. Оставь нам контакты, пожалуйста. Павлея ли это твой уход на финансовое состояние? В том числе наше. Судя по всему, отберешь ли ты у Вани микрофон? Да, вопрос-то не глупый. Да, не глупый вопрос. Времена стали сложные, отдайте микрофон назад. Какие у тебя сейчас отношения с Серебра будут с компанией? Ну, в смысле, буду спорить как минимум вот на тех самых встречах, которые у нас есть. Так, а что раньше было? Ты раньше спорил? Я раньше спорил и теперь... Ну, имеется в виду, что все-таки до этого, ну, есть такое понятие операционная деятельность. То есть, когда ты фактически руководишь именно компанией, ты выстраиваешь маркетинг, продажи, да, и так далее. И в какую-то часть вопросов именно этот совет не может вмешиваться, какую-то часть может и так далее. Ну, давайте сейчас я лучше про другое скажу. То есть, попытаюсь объясниться, в чем разница между сервисной и продуктовой компанией. Мы хотели к этому прийти, давай, может быть, все-таки закончим эту тему и перейдем туда. Окей. Закончили, я не знаю, будут так же взаимодействовать, так же ругаться, так же добиваться каких-то вещей, которые считаю правильным. Слушай, а вот вопрос тогда... Ничего не поменялось тогда, да? Ну, нет, все поменялось. В смысле? Я не понимаю. Я уверен, что не каждый, кто слушает, это пока тоже понимает. Хорошо, я понимаю. То есть, я правильно понимаю? Я понял, значит, сейчас расскажу. Значит, смотри, представим, что вам 7 лет, да? Так. Но при этом вы приставили пистолет к моей голове. И я сейчас должен очень понятно объяснить вам, что имеется в виду. Да, идеально. Да, но пистолет водяной. Попытаюсь объясниться. Вот смотрите, гендиректор, он что может делать? Он говорит, что, знаете, сейчас мы поедем на такую-то выставку, и там решим, что будем делать. А вот сюда, значит, не поедем. Или, например, гендиректор говорит, вот сейчас вот давайте делать вот эту штуку в программном обеспечении. Там вот тут вот будем, вот тут должно быть зеленое, вот тут вот красное, да, и так далее. И смысл в том, что когда ты сидишь вроде как и обсуждаешь какие-то вопросы с партнерами, вот конкретно про конкретную выставку почти нет смысла разговаривать. И про конкретное зеленое или красное тоже почти нет смысла разговаривать. Нужно разговаривать о чем-то большом из разряда «Мы вообще ездим в этом году на выставки?» Или типа не ездим, голосуем за этот вопрос, давайте проголосуем, обсудим, да, так вот. А вот там вот, то есть какие-то мелочи нельзя... Не выносится на обсуждение, да. Да, никак. То есть выносится некая стратегия, некая концепция, да, и так далее. Уровень, да. Потому что конференц-зал оплачен на час. Да, он же оплачен на час, и как бы, да. Вопросы должны быть глобального масштаба. Хорошо. Да, вот смотри тогда, это что касается генерального директора, а что касается владельца студии, то есть как ты теперь сейчас будешь чувствовать себя? Так нет, также есть другие совладельцы. И, соответственно, я должен как-то убедить какую-то большую часть, что давайте все-таки ездить на эти выставки или что-то еще делать, или что-то другое делать, или вот, наконец, убедить, сделать бесплатно. Бесплатную версию и так далее. Ну, в мелкие вопросы теперь Костя не будет влезать, то есть вот касаемо там, на какую конкретно поехать конференцию. Ну, и в большие я тоже не смогу влезть, если я не смогу получить большинство, а у меня его нет. Вето, да, понятно, ага. Высосал из пальца инфопорта. Худо-худо-худо-бедно, да. Напоминаю, это вообще-то не я. Ну, скажем так, ты сам ушел или тебя попросили? Нет, сам, сам. Сам, да, то есть все-таки твое решение. Да, ладно, мы не осудим, если не сам. А собираешь ли ты вернуться в компанию Церебра с триумфальным возвращением через 5-7 лет? Нет, ну завтра, понедельник, рабочий день, он же никуда не уходил. Завтра придет. Ну, вообще-то может быть, да, но сейчас пока что нет. То есть проблема именно такая, что мы лично не можем видеть друг друга, по крайней мере я их. Так вот, и так далее, да. То есть мы очень странно коммуницируем, мы там почему-то лично не общаемся. То есть кроме разного видения развития Церебра, есть какие-то, видимо, личные взаимоотношения, да, еще? Да, они, несомненно, испортились до слова совсем. Вы были друзьями до этого? Да, естественно. Хорошо хоть не родственники. Хорошо хоть не родственники. Да, да, Ваня, Ваня, 8, мы с вами скоро посремся. Вот если что-то у нас начнет получаться, то... Да, если вопрос будет касаемо... Не бойся, мы никогда не посремся. Хорошо, хорошо. А касаемо, собственно, вопроса продукт или сервис, давай, вот в чем отличие? Только, да, не забывай, что нам 7 лет. Да, да, 7 лет, попытаюсь объясниться. Значит, есть ли есть сервисная компания конкретно, которая делает компьютерную графику? И когда там есть гендиректор, и он говорит, что я теперь остаюсь владельцем, но больше не гендиректор, то компания с высокой вероятностью, она, правда, закроется прям совсем, потому что... И личные связи? Несомненно. И все как раз эти оперативные решения о том, что красить-то в зеленое или в красное, оно крайне важно. Ну, имеется в виду, что как снимать этот ролик, как его делать, как разговаривать с клиентом, когда ты продаешь. То есть в любой сервисной компании именно менеджмент, топ-менеджмент особенно, и, соответственно, он все, он невероятно важен, да, так вот. Потому что взаимоотношения с клиентами, эти личные связи и процесс продажи, ну, это прям вот залог успеха настолько, насколько-то непонятно, насколько там, почти на все. А именно, если у тебя есть продукт, ну, для примера, давайте проще скажу, что, например, ну, типа игра компьютерная, да, так вот. Вы вроде в нее играете, и вроде как вы, ну, не знаете, как вы ее купили. Вы там зашли в какой-то стор, нажали там «Купить», но она и купилась. Но не знаем, кто ее делал, по сути, да, фамилией. Вообще, да, там какой-то гендиректор там, наверное, был, он, может быть, остался владельцем прав на этот программный продукт, а может ушел. Это, мягко говоря, большая разница, потому что у продукта, еще разок, есть целая команда, которую вы делаете, есть какая-то команда поддержки, которая пишет документацию, что-нибудь еще, делает новые миссии, или там новые фичи в «Церебро» или что-то еще. То есть, дофига народа какого-то абсолютно другого, и так быстро продукт, он, ну, то есть, он там, он может и загибаться по разным причинам, и по причине того, что вышел какой-то другой продукт, вышла другая игрушка и так далее. Ага, но вот смотри, я просто почитал комменты, которые пишут у тебя под постом, и там практически, не знаю, там дохренища, во-первых, комментариев, и все пишут одно и то же. Типа, Костя, ты и «Церебро», в их глазах это неразделимо. То есть, ты понимаешь, что у тебя сейчас, как это сказать, это вот все равно, не знаю, там, выдрать гороховый CGF или Армана из «Мейн Ротпост». Такое, для большинства людей «Церебро» умерлась. Ну, типа, у тебя настолько сильный бренд личностный, что это как студия, ты неотделим от «Церебро». Вот как дальше-то это может происходить? Имеется в виду, что проблема с брендом, она в чем была? Что имеется в виду, что я пытался, по-видимому, не сильно активно, они не сильно сопротивлялись или сопротивлялись активно. Сейчас, сейчас, пытаюсь выразиться нормально. В общем, на CGEvent они не ходили. Давайте так проще говорить. То есть, что имеется в виду ходить на CGEvent? Не были публичными, ну, людьми в целом. Да, то есть, имеется в виду CGEvent, к слову, это, наверное, самый главный наш канал. Себе большое спасибо Цыпцену, мы как раз и смогли так многим всем продать, как раз из-за CGEvent. Но это была не твоя инициатива стать лицом «Церебро». Не знаю, может быть, и была. Тут же, знаешь, не то, что прям кто выступал, не выступал, а именно больше как в информационном поле есть «Церебро», и все отрождествляют ее слэш равно Косте Харитонов. Нет, нет, еще разок. Вот прям, чтобы вы понимали, вот этот весь бренд и так далее, нету там какого-то у меня супер-бренда именно в соцсетях. Ну, вообще-то есть. Вот Ваня прям в точку задал вопрос, то, что ты и «Церебро» — это прямая ассоциация. И первое, что я подумал, когда увидел твой пост, что типа «Воу, и что с «Церебро» будет? Все, типа, можно удалять?» Что сейчас? Не, в общем, не знаю. Во что мне теперь верить? Во что мне теперь играть? Это же не я, в смысле, сказал, что у тебя какая-то ассоциация, это люди так пишут, я просто зачитываю комментарии. Я понял, понял. Подобные бренды, они все равно, личные, неважно, строятся на тех самых выступлениях, ну окей, тоже, да, на соцсетях. Ну и процессе продажи. То есть имеется в виду, что если бы какой-то другой человек, соответственно, этим всем занимался, то было бы все хорошо. А так, да, наверное, я лично там продал, не знаю, процентов, наверное, ну 60 текущих клиентов. В основном в массе знают именно Костюх, чем... Нет, они обращаются в саппорт к Артему, в саппорт к Сергею, это другие абсолютно люди, и они требуют от них именно тех каких-то вещей, которых им не нужно, то есть они знают еще и других людей. Как бы ты хотел видеть развитие Церебра? Вот, может быть, как-то так это сформулировать? О, да. Ух ты, как красиво. В идеале вообще. Да, мы хотим там вот, чтобы было пять пользователей, условно говоря, потому что это вот тот, как ты видишь ближайший год, два, может быть, пять лет. Вот, нет, я тоже не могу, ну потому что, например, сейчас не могу за компанию, вот я... Да не за компанию, за себя, говори. Не-не-не, я тоже так не могу. Так вот, видите, какой я все-таки корпоративный, да, так вот, извините. Значит, попытаюсь объясниться. Надеюсь, что будет выпущен публичный роудмап, там куча моих идей, я их записал, это огромные документы, их там, не знаю, около 20 штук и так далее. Так вот, часть... А когда он может выйти? Не знаю. Так вот, это, опять же, к сожалению, не я решаю теперь. Значит, то есть надеюсь, что он выпустится и что команда будет делать все, что она там написала, вот, собственно говоря, как-то так. Ни слова поделать. Но попытаюсь объясниться, нет, плохие примеры есть, смотрите. Например, плохой, давайте, я понимаю, что должен быть саспенс и так далее. Ну нет, хотя бы слова, которые что-то означают. Вот, например, да, есть, например, конкуренты российские, они были, то есть тут, к слову, были ключевое. Какие шоти? То есть, да. Было два конкурента, один называется Болеро, его делал Саша Охота, теперь он занят тем, что внедряет шотган. Так вот, ну, чтобы вы понимали, да, в смысле продался, нет, ну да, он сертифицированный внедренец. Так вот, но глобально, да нет, ну в смысле продался, как раз он не смог продать. Это все равно, что, типа, писал свою ось, а теперь устанавливает винду по объявлению. Да, именно так. Так вот, за это платят деньги. Приведу другой пример, был Шоти. Он сейчас тоже не развивается, чтобы вы понимали. Обновлений Шоти не было, ну сколько, по-вашему? Для меня на Панфиловцах последние обновления Шоти были. Да, ну, напоминаю, обновление Шоти последний раз было один год и восемь месяцев тому назад, насколько я понимаю. Так вот, и Илья мне сказал, что, ну, в общем, все сложно. И он его не обновляет. Так они же там, я не понял, они с Тендерлом так смогли сделать нормально или не смогли, там, что-то как-то там сложности очень большие были с этим. Ну, скажем так, Илья занят другим. То есть, я просто говорю, что для примера, то есть, естественно, такие варианты есть, как мы видим. Вы нас все в Google таблицы заведете. Да, да, именно так, да. То есть, имеется в виду, что вот эти два, две компании были, и у Poliro там было пару человек. У Шоти было чуть побольше, но сейчас и у обоих все плохо. Выдавили просто, выдавили. Молодцы. Так это я к тому, что, ну, то есть, естественно, есть некий шанс, что Церебр тоже помрет. Рынок вообще нуждается в таком софте от наших разработчиков? Или все-таки они поглядывать начинают на F-трек или какого-нибудь шоргана? Да нет, естественно, все. Для меня вообще не на последнем месте это то, что интерфейс программы приятный. Он понятный, скажем так. Он понятный. Понятный и приятный. Это вы сейчас про какую? Про Церебр. Про Церебр. Так, ладно, спасибо, рассказывайте дальше. Да, да, я слушаю, да. Я думал вы про F-трек. Да, да, я тоже так подумал. Я сейчас поизвусь, да. Ну, а я еще не видел. Нет, каждый хорош в своем. Я на всех поработал и в целом скажу... Шотган нехорош по интерфейсу. Блядь, шотган. Не надо тут. В общем, я не знаю, что будет. Надеюсь, что все хорошее. Длительный период времени, я не знаю, год. Точно все хорошее. А вот дальше не знаю. Ну, никто же не побежит сейчас делать отписку от подписки. Как сказал, господи. Ну, да, я понял. Ну, надеюсь, что нет. Мы сейчас работаем над этим, чтобы этого не происходило. Ну, прям реально работаем. Ты по-прежнему заинтересован в развитии. Ну, я прям звонил клиентам. Рассказал, ребята, все хорошо, не надо. Да, я сейчас не шучу, да. В пятницу я сидел на телефоне. Что касаемо дальше твоей истории. С Цереброй более-менее все понятно. Ребята как-то дальше идут. Но технически ты же там будешь получать какие-то отчисления. Деньги. Отчисления, правильно? За владение. Или как это у вас там построено? Воздержусь. Пока что у нас такого не было. Ты сказал, у тебя есть еще какой-то... А, он секретный. Все. Да, он секретный, да. Не, я могу рассказать. Нет, я по-прежнему могу сказать иносказательно. Он связан с детьми, искусственным интеллектом. Я там сейчас пишу распознавание лиц на питоне. Там. Вау. Ты чувствуешь какое-то освобождение от цепей? Скажем так, смотри. Или что? Как ты оцениваешь свое эмоциональное состояние? Ну, сейчас уже... На какой-то стадии принятия неизбежности. В смысле, там, знаете, там весь последнее, там все уже принято. Да, да, да. Так вот, ну, как это давно произошло, и поэтому, в общем, все нормально. То есть я как-то уже сроднился с этим. Как твои коллеги это восприняли? По-разному. Неоднозначно. Скажем так, сложно. Стали ли появляться заявления по собственному желанию после того, как ты опубликовал пост? Пока что нет. Но ничего не время. Предатели. Спасибо, блядь. Извините. Знаете, я могу нотку ностальгии и слезы выдавить. Давай. Если мы движемся к концу, то уже можно. Мы же запустили математику на ноутбуке Кости. Буквально. Точно, да. Мы и забыли совсем. Да. Это был как раз питерский ивент, по-моему. Как много нас связывает. Да, смешно. Да, к слову, в день, когда я опубликовал эту новость, ну, я имею в виду, ну, которая вообще-то уже не новость, а была ноябрем и так далее, я ее опубликовал, потому что увидел новость от как раз основного партнера Дона Паркера, что он совсем ушел из Autodesk. То есть, ну, к слову, напоминаю, он года два с чем-то тому назад продал шотган именно Autodesk, а теперь еще и из Autodesk тоже ушел. И я такой решил, ну, и, в общем, пора. Да, камин аут, камин аут. Если он смог, то и я смогу. Чего уж. Ну, типа, да, 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 да. Ну, это новость была. Нет, ну, они там сделали все красиво. Я тоже пытался сделать все красиво. К сожалению, компания это не захотела. Я, как бы, опубликовал от себя. А, то есть, ты хотел, чтобы это официальный релиз от компании был? Да, 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 да. Блин. Слушай, вы даже в этом не смогли сойтись. Как вы дальше? Ну, видишь, да. Нет, чтобы вы понимали, это, к слову, ну, так как я все-таки во многих компаниях и работал, и нанимал людей, и увольнял людей, вообще-то процесс ухода, ну, он всегда очень сложный. Конечно. Да, и вообще-то грамотно расстаться с людьми, это прям целая наука, и конкретно, ну, мне казалось, что со своими сотрудниками я всегда грамотно расставался, потому что они все, как правило, приходят назад, они играют в Counter-Strike, фактически они приходят прям на работу к нам, хотя уволились, и играют в Counter-Strike. Это как в клубе, только тебе еще и платят за это. Да, да, то есть это, ну, это такой важный такой маркер, что ли, они тебе звонят, там, или что-нибудь спрашивают, или, в общем, советуются, там, и так далее. Ну, вот, в этот раз, так как я был с другой стороны, то вот кажется, что с той стороны не было такого доброго меня. То есть ты был за террористов? Ну, типа, да. Раз компания даже не хочет от лица компании заявить о твоем уходе, хотят ли они, чтобы вообще ты какое-то имел отношение к церебру, или просто хотят, чтобы ты потихно ушел? Да, я немного не понимаю вот этого момента, что они вроде как не соглашаются с тобой в твоих предложениях, в твоих взглядах, и не хотят, чтобы ты уходил. Ну, вот, понимаете, еще разок, да вы не понимаете. Конечно не понимает, об этом спрашиваю. Да, я понимаю, да, напоминаю, значит, еще разок напоминаю, в компании есть два вида людей. Одни вот как раз партнеры, и с которыми, например, я сложно общаюсь, а другие сотрудники, вообще-то с ними я хорошо общаюсь, но с теми, которые партнеры и сотрудники одновременно, то как раз, ну, в смысле, они же партнеры, поэтому, соответственно, сложно. Слушай, для компании в 17 человек все очень запутанно, сложно очень. А ты флешку с исходниками не вынес? У меня нету доступа к исходникам. По-видимому, кто-то заранее подумал, а я как-то заранее не подумал. А что касается побочных проектов типа «Стая», на самом деле статус «Стая» мне до сих пор не понятно. Нет, абсолютно проект именно «Церебра», то есть он развивается внутри «Церебра», у нас есть только один сотрудник, который им занимается, это девушка, наш SMM-менеджер, она менеджерит вакансии, соответственно, там выставление счетов, там что-то еще такое, то есть все по мелочи. Он не сильно, к сожалению, развивается, и это тоже там некий вопрос споров, что есть некая задача, чтобы ее развить, но этим никто не... Ну, в общем, опять-таки он приносит, то есть он там приносит из разряда 2-3 миллиона рублей в год, но это не чистый прибыль, это скорее оборот. А, ну это совсем ни о чем, да. Да-да-да, но мы там 60% отдаем площадкам, то есть я имею в виду сайтам, соцгруппам, да-да-да, напоминаю. То есть ты теперь в CG Russia не будешь постить вакансии «Стай»? Так, а я же и уже давно не пощу, ну ты там не заметил. С ноября. Мне нравится «Стая». У нас рынок маленький, и он поэтому... Идея-то, чтобы она работала на других рынках, а этим никто не занимается, и нужно технически ее подлатать, ну и так далее. То есть для нашего маленького рынка она решает свою задачу. То есть как бы это странно ни звучало. Надо же ее поддерживать всегда в актуальности, надо ее светить везде, рассказывать о ней. Да, этим я, к слову, занимался. То есть имеется в виду... Да, а вот сейчас вот не знаю, кто этим будет заниматься, то есть чтобы она была там на CG Event, чтобы она была на каком-нибудь анимейшн-клабе или где-нибудь там еще и так далее. Слушай, а... На следующем ивенте ты будешь? Да, ты же как бы... Физически, надеюсь, что да. А ты же, ты, пацану, помогаешь же не только как владелец «Церебра», но у тебя же как-то есть какие-то взаимоотношения, типа информационная поддержка или как ты там выступаешь, организаторская? Нет, там прям все... Хотел сказать все виды взаимоотношений, да. В свое время мы работали по, назовем это, по бартерной схеме, то есть даже было такое, что мы несколько раз, в смысле, лет подряд занимались настройкой всех компьютеров, проекторов и так далее, но потом нет, у нас сейчас относительно товарно-денежные отношения, то есть все вот как-то так. Ты не собираешься уходить из CG, тусовки, комьюнити, вот это все? Хороший вопрос, не знаю, ну... Ты сейчас вот кольнул, кольнул, вот все в сердечко. Да, вот как-то так. Ну а как? Ну, в смысле, правда не знаю. Вроде и поговорили. А вроде и... А вроде бы и... Ну, я аккуратен в словах, я извиняюсь. Если, наверное, на этом все, огромное спасибо, что поговорили, не знаю, будет ли это выглядеть со стороны как... Да, спасибо большое, что пришел. Спасибо. Спасибо вообще за участие в нашей жизни. В жизни математики. Спасибо, спасибо за цирекцию. Спасибо за все. Я буду пытаться продолжать, да, сейчас с финансом поправлюсь и как-то сразу продолжу. Этого мы очень ждем. Наш подкаст есть на всех абсолютно площадках, на Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, на Google подкастах, на Spotify, на YouTube, везде, где можно слушать и смотреть. У нас есть в соцсети Facebook, ВКонтакте, Instagram. У нас есть новостная лента в Телеграме и CG-чат номер один в Телеграме. Заходите, обсудим это все. Большое всем спасибо. Е-е-е, спасибо, всем пока. Пока-пока. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok